привет ребят хотел вам показать купе фирменного поезда 8788 нижний новгород адлер вчера я сел нижнем новгороде и двигаюсь в ростов-на-дону вот такое купе еду я в нем один хотя места 4 и 3 проданы я по интернет смотрел что из себя представляет вот такие диванчики здесь полочки находятся здесь можно полотенчика повесить светодиодные светильники регулируемые в комплекте всем пассажирам идут вот такие тапочки ржд синенькие застелены верхние полки и нижнюю чтобы опустить нижнюю нужно нажать вот здесь вот на фиксатор опустится здесь уже застелена простынка и лежит подушечка все там полотенчика все можно брать и пользоваться здесь также идут светильники светодиодные вешалки пледы вот отсюда дует кондиционер но сейчас его не включали включали вентиляцию и даже с вентиляции было очень холодно потому что в нижнем вчера было плюсов 18 градусов я не думал что я буду в июле одевать свитер и джинсы еще и куртку сверху там лежат пледы место для багажа вешалочки здесь наверху тоже есть скрытые полости в которые можно что-то положить противодымный датчик точнее не противодымный датчика датчик дыма если здесь кто-то закурит то сработает сигнализация и освещение но освещение как оказалось поломано работает только вот такое вот дежурное освещение алюминисцентные лампы не работают но в принципе это пофигу мне они не нужны окошко открывается одной рукой неудобно открыть также поскольку поезд фирменные то в комплект входит питание на столе меня ждал вот такой коробок а что же у нас было в коробке в коробке идет вилочкой ножичек салфеточка вот такая вот освежающая конфетка я еще не пробовал пока опасаюсь и две вот такие булочки они лежали правда на коробке срок годности вот этой 15 суток а вот это печенье песочное джемом у него срок годности ребята 60 суток и даже не знаю стоит его есть или нет ну по крайней мере надо будет разломать посмотреть при этом а и вот водичка молодички могли бы побольше здесь всего 0 2 литра один глоток можно сказать и синтуки это мои стоят еще они обещали прийти меня кормить хотели вчера горячую еду принести предложили на выбор либо рис с курицей либо гречку с мясом вот я сказал что давайте вы уж меня покормите завтра потому что вчера я перед посадкой в поезд зашел макдональдс накинул биг тейсти и за всю вот эту фигню за постели за вот это рис с курицей с меня дополнительно взяли 700 рублей за билет а еще две газеты здесь было можно почитать российская и нижегородские новости вот но я считаю что это конечно за 700 рублей можно было бы и побольше накинуть еды и газет вот такие дела а так давайте еще посмотрим что здесь внизу внизу рундука нету то есть вещи вам придется просто вот сюда ставить на пол и из приятных бонусов есть розетка на 220 вольт можно подключить два зарядных устройства у меня моё включено вот так же еще из интересных гаджетов есть лесенка чтобы было удобно залазить на второй этаж также есть электронный замок на двери правда я ни разу не встречал в поездах чтобы он работал должны выдавать карточки и когда человек может дверь открывать закрывать это поворотка закрывает входную дверь и есть дополнительный фиксатор который также можно поднять дверь не открывалась чтобы опустить нужно нажать кнопочку сбоку закрыть его на верхних полочках сделаны вот такие ограничители чтобы человек ночью не упала с ним на обоих и также есть вот такая шторка которая опускается и можете отдыхать даже если солнце светит вам ваше окно внизу двери сделана вентиляция не задохнетесь и ручки залазить наверх как я говорю уже лесенка откидная ручки убраться чтобы залазить наверх все довольно продумано верхние полки тоже можно поднять вот так они поднимаются но я не буду поднимать потому что застелено постелище неиспользованное вот этим фиксатором она закрепляется то есть если вы едете вдвоем их можно откинуть вертикально вверх и у вас над головой будет очень много места ничего трудного нет так примерно это будет выглядеть если до конца защелкнуть кто не знал пользуйтесь на столе ребят есть открывалка чтобы открывать бутылки и также если необходимо стул можно поднять для этого нужно нажать эту кнопочку фиксатора и стул поднимается вот так вверх получается вот такая картина чтобы опустить надо еще раз нажать плечом придержу опускаем давайте еще в коридор выглянем посмотрим кто там сажу здесь находится титан чтобы наливать чай продаются всякие печенюшки чипсы и конфетки газеты написано номер вагона туалет свободен время и время и температура движение то что можно информация здесь находится отсек для мусора выкнуть ваш мусор ребят раз поезд фирменный решил вам еще показать туалет вроде как ничего обычного но здесь были бумажные полотенца вчера эти расходовали есть освежитель воздухом жидкое мыло есть транс включается нажатие есть туалетная бумага курить кстати запрещено в пользу чтобы знали и даже электронные сигареты курить вообще вредно поэтому не курить и бросайте или не начинайте в биотуалет конечно кстати иногда ребят биотуалеты срабатывают с ужасным щелчком вакуумным аж уши бывает закладывает будьте аккуратны здесь нормальные в принципе очень чистенький туалет хороший недаром проезд фирменный без пятнадцати пять вечера ребят принесли вот такой коробок ваш рацион питания горячее там был пакетик кетчупа в комплекте с вилкой и ножичком также идет салфетка руки вытирать перец черный и соль кетчуп я уже заправил сюда я заказывал рис с курицей немного конечно курица здесь вот так она выглядит это я перчиком посыпал чуть-чуть сверху рис нормально сваренный сейчас попробуем что из себя представляет курица похоже на консервированную какую-то курятину но делать нечего придется съедать так что вот такие вот дела за 700 рублей что вы получаете в фирменном поезде хотел еще сказать ребят что если вы покупаете билет на поезд с питанием то вы на это сильно не рассчитывайте питание будете голодать сидеть если с собой ничего не возьмете поэтому покупайте плавленый сырок еще что-то что не портится в жаре но рждшную еду сильно не рассчитывайте наесться этим нельзя вот такой обзорчик получился у нас понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал будет еще много интересного до свидания